добрый день друзья я сегодня чуточку весь день занят поэтому поэтому у меня не не было времени вам что-нибудь снять поэтому вот только под вечер сейчас вам покажу что тут получилось я только что поразравнивал я вчера посадил кусты так быстренько полил как-нибудь тяп-ляп и убежал потому что уже досаживал в темноте сейчас поразравнивал тут везде землю как бы я не посадила много кто пишет что неправильно может это и так но я посадил мне кажется что места им хватит когда вы пишете что кусты смородины у вас там супер большие или еще что-то то не всегда не всегда они одинаковые у всех когда здесь двор купили здесь было несколько кустов смородины и красная была и белая была и черная была и они были уж не такие уж и большие как вы пишете так что я плюс-минус понимаю какими будут кусты и вот так посадил поспал ванюшку что-то разморила и он полдня поспал вот так сейчас я вам покажу и пойдем сейчас замажем погрыженное дерево вот этим вот этой штукой загоевать пошкоджень поздоровайся да выспался а чё тебя разморила заморился что-то делал шашлыки будем жарить марина хочет шашлыков замариновала вчера мясо сейчас уже пять часов вечера я вроде плюс минус освободился и сейчас начнем наверное это жарить а ну батут уже не успеем 5 часов сейчас потемнеет что-нибудь одно давай сегодня шашлыки нет мы не не бросим его на половину собранный понял лучше уже завтра завтра вроде у меня никаких планов нету так что уже на завтра окей все договорились аккуратно это теперь новое дерево оде где-то кусачки были вот они я специально не 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 доделал смотрите спилил вот это сломанное дерево спилил половинку ветки вот ее убрал ветку которая растет туда и и так как оно там крепление очень очень слабое я не хочу огромнейшую огромнейшую абрикосину поэтому сделаем вот так держишь о боже уже силы в руках нет вот такое получается маленькое чашеобразное дерево и в этом году оно будет расти так чуточку подтянул секата и теперь получше ну в общем давайте я вам покажу где что да как вот сюда посадил жимолость мне вчера спрашивали а яхотки вот такие вот такие вот длины синенькие два куста вот посадил рядышком через метр я знаю что кусты будут большие они типа сплетутся в один куст но при этом много из вас кто писал что жимолость обязана расти две вместе понятия не имею зачем ну в общем посадил их рядом вот здесь было три дерева помнишь больные такие нету тут три яблонь стояла такие тут тонкие ровные подсохшие помнишь я их выкорчевал и посадил здесь вот это посадил хурму вот это кустик хурмы а вот это а хурма не знаю а вот это кустик инжир инжир реально кустиком я видел видео что вот так его кустиком и выращивают и на зиму прикапывают можно не прикапывать можно типа постелить агроволокно вокруг положить его на агроволокно еще одним слоем укрыть агроволокном наложить сверху или накласть кто что хочет сверху каких-нибудь там листьев веток я он так будет зимовать но до зимы еще далеко поэтому будем смотреть так что как то так вот посадил четыре куста четыре куста смородины два белых два красных где какие я не знаю я не помню вот там посадил вот тут будет стоять батут вонюшка надо вот это место освободить до освободишь ну вот так вот тут то тут хоть и бардак конечно но когда-нибудь вон кстати те деревья которые выкорчевал но когда-то тут тоже приведется все в порядок надеюсь что здесь вот этими всеми сорняками циклохены я вот так все выровняю за сажу тыквы но все перед нее ты будет вот такая ровненькая площадка загороженная то есть выровненная компостом ну думаю будет нормально есть вон сухие ветки которые сейчас будем брать на шашлык это один персик сюда посадил потому что никуда не влез а это слива который я не заказывал но она все-таки пришла ее бы тоже подрезать но это я уже сделаю потом ну вот так тут растут пионы я наступил вот сюда короче раздавил несколько веточек стало мне жалко вот куст вот куст вон куст вон куст и вот пион конечно то есть ты ему ничего не сделаешь все нормально а был был там да да аккуратненько с этом было вот еще маленький вот так тут у меня это он здесь и рост это крыжовник вкусный я его зеленым еще съедаю вот здесь посадил тут было ешь то она пропала и я сюда посадил гранат это гранат и он тоже вроде кустиком растет буду смотреть как его сюда обычный посадку и славу утишь росла раньше вот так вот там такие трясливые вонюш ну не огромные вот эти круглые типа обой а вот это 22 вот этих типа колоновидных или карликовых я не знаю как правильно их называть персика которых мы не должно было прийти три но пришло два ну два так два я посадил между ними метр шестьдесят думаю хватит так как они карликовые небольшие ну и все а то все было посажено раньше вот так вот это нужно вам все обрубать и выкорчевать этот пенек потому что вверх привой весь засох вот место прививки это все погоны идут дички снизу так что с этих дерева не получится вот на нем одни колючки нужно его убрать потом можно будет сюда что-то еще тут была груша ну это груша а что получится не знаю ну это вы все видели тут ничего не поменялось мы ничего не вычищали времени у нас не было вот этот нужно пенек отпилить принеси а пилка у тебя давай я сплю держи дерево а потому что он не нужен вот такой срез ровненький красивенький зарастет будет красота за напилку докинул тут тоже ничего не было пошли груша хочется уже по обрезать персики но пока рано нужно листиков дождаться которую зайцы почти сожрали смотрите по идее да по идее мы еще успеваем успеваем как бы обработать обработать деревья бордосской смесью это самая главная обработка особенно для персиков как бы чтобы они не было вот этой курчавости потому что листья крутятся каждый год хотя знаете вот курчавость на персиках она вот крутятся листья потом пройдет дождь и растут новые листья здоровые персики даже на таких деревьях есть ну как бы вроде и проблема но при этом не страшная вот так вот так вот так короче надо понизить понизить еще потому что дерево больное и я вообще не знаю потянет она его или не потянет поняли о чем я вот эти молодые прироста вообще уберу вот ну а вот тут вот такая рана держи вот так снимай на корешу понял на вот эту порыженую тут вот сейчас она же зарастая нет оп все вот так смотрите тут вот норы много кто написал что это не зайцы а мыши то есть часто мыши кору используют не для того чтобы есть а просто обрезает ее а потом несут себе себе в домика и делает из нее гнезда для мышат как бы вот так а это нехорошо хорошо закрою вот это же вот это ж крем такой специальной непонятного запаха но он делается вот так это называется искусственная кора да написали что нужна глина была из и это и коровячий навоз смешать кучу но знаете хочется попробовать жизнь не стоит на месте и думаю что от этого хуже не будет просто потом посмотрим как она как она приживется она не смывается держится на протяжении года за год должна сформироваться вот здесь на той коре которая живая должен вот так валик нарасти валик типа из коры и дерево должно остаться живое но это не точно знаете мне просто самому интересно по идее вот этот препарат эта смесь стоит очень дорого проще было бы купить три дерева потом дерево не такое большое но просто интересно вдруг в дальнейшем будут как бы повреждения на каких-то более ценных деревьях и я буду знать хорошая рабочая рабочие средства вот это или не очень все выдавливать хватит замазать как бы все будем надеяться что дерево выживет да ваня такой знаете ему ваня жалко все то есть ну вот я говорю надо выкорчивать сухое дерево нет а вдруг там какая-то почка живая надо без спасать или еще что-то или ну вот понимаешь что надо там ну короче ребенок он еще ему все все жалко да давай еще наверное и укорочу чуть-чуть на держи такая прям большая можно еще раму лечку их ей будет ему будет легче она застынет так и можно будет побелить так давайте аж на вот эту почку да вот это нужно веревкой привязать я вам об этой об этой ветке уже говорил аж она впритык ее вот так привязать и она зафиксируется начнет расти и в таком положении зарастет ну вот так ладно пилка у тебя давай тоже да надо спилить на держи такой этот корень ствол трухлый ну посмотрим не поламаешь не знаю короче оно сухое но возможно живое тут тоже сильно длинный побег не нужен вот так его да можно еще ниже вот на эту почку посмотрим может выживет а если нет то нет выглядит это как подвой это привой этого годничний сухая да и вот из-за того что уже как бы понасаживал молодых деревьев теперь страшно выпускать гусей на секунду отвернулся они молодые ветки погрызли а этого не хочется и вот это надо забрать вот так персики как бы по рассказам это двухлетки но это точно однолетка потому что стебель зеленый но должен был хоть потемнеть если был бы двухлетний но они вот сразу выпускают эти что мне чудо и это и он собирается цвести а после посадки знаете вот те ролики шай смотрю все говорят что и в год посадки не надо персики и на следующий год как бы можно оставить парочку но лучше вообще не оставлять типа лучше будет дерево так что кто когда качество металла оставляет желать лучшего смотрите уже кусок пилки отломался друзья вань только будь пожалуйста аккуратный ты так накидал вот сюда на эту на абрикосу а это мне не нравится тут же будут ручки ой на абрикос абрикосы понакидал на нагружку вот так а ручка то живая еще и с почками сейчас вот эти ветки все по обламывают их знаете я и не считал сколько получается ям я выкопал там 2 4 5 6 2 6 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 и 9 32 вроде 32 корня посадил вот так ну красота ладно пойду я это к маме а ты тут ветки лучше сухие бери у там а те же прошлогодние понял ну да тут же все фруктовые только понял но я понял но нет я имею ввиду зеленый не пиля и потому что они гореть не будут домик какой-то забрался строить ладно все друзья всем большое спасибо за просмотр ну и всем пока пока увидимся все